Привет! Мы снова около метро Кропоткинска, здесь около улицы Причистенко, в районах с Причистенскими названиями, около Бульварного кольца. И здесь от улицы Причистенко, собственно, и до Большого Власевского переулка проходит Причистенский переулок. С двухсторонним движением автомобильного транспорта, об одной полосе в каждом направлении. Длина его составляет около 400 метров. В 19 веке назывался Мертвый переулок, почему? Не ясно, в какой причине он так назывался, но, возможно, был копяком. Предлагаю, что, может быть, было доноить название по фамилии домовладельца начала 18 века Федора Мертвага, его фамилия была. Есть мнение, что название переулка напоминало о смерти обитавших здесь жителей, в результате эпидемии Холеры в начале 19 века. Вот. Ну, точно все-таки не ясно, но хотя так переулок назывался, по крайней мере, с 1782 года. Вот. Ну, вообще, в принципе, обычно Мертвыми назывались переулки, а таких в Москве было несколько, которые были тупиковыми. Ну, по каким-то причинам становились тупиковыми, вот, то есть непроезжимыми. Да. Ну, и современное название переулка получил 19 веке, и снова в 1991 году по улице Причистенка, собственно, к которой он примыкает, от которой он отходит. В советское время, в 1937-1991 годах, назывался переулок Островского, в честь писателя Николая Островского, который в 1930-1932 годах жил в этом переулке в доме номер 12. Вот. Ну, и, собственно, этот дом, он сохранился. Ну, по имя этого жилого дома, также в этом переулке есть еще несколько жилых домов. Это пятиэтажный дом по номер 7, начало 20 века, бывший доходный дом Алтажевского архитектора. Трехэтажный дом как раз под номером 12, в конце конеца 19 века, бывший доходный дом, как раз здесь жил писатель Николай Островский. О чем-то есть мемориальная доска, и долгое время в этом доме были коммуналки, ну, вроде как, сейчас все отселили. Пятиэтажный дом по номеру 18, начало 20 века, бывший доходный дом. Четырехэтажный дом по номеру 20, начало 20 века, бывший доходный дом. Пятиэтажный дом по номеру 22, начало 20 века. Это бывший дом Причта, храм Успения Пустой Богородицы на Могильцах. Затем он был надстроен. Очевидно, сначала был трех- или четырехэтажный. Здесь жил Николай Гердяев с 1915 года, дом высылки из России, по-моему, в 1922 году. А в 90-х подвале дома различался клуб с живой музыкой, ну, которых тогда было довольно много, в 90-х годах. Ну, в принципе, их и сейчас немало. Ну, видите, все дома тут, соответственно, начало 20 века. Все пять домов, которые здесь находятся, они все начало 20 века. Конечно, представляет интерес. Ну, и помимо жилых домов, также здесь находятся и нежилые объекты. Это детский сад, здание под номером 3, офисный центр, двухэтажный здание под номером 5. Также есть двухэтажное здание рядом, дом, в котором в 1947-1953 году жила скульптор Вера Мухина под номером 5, а строение 2. Неподалеку установлен памятник Веры Мухиной. В 2018 году завершилась реставрация этого дома. Посаду дома украшены карнизами, сандриками над окнами, фронтоном и круглыми медальонами. Сейчас в восточной части располагалась двухэтажная квартира скульптора. Проживают ее потомки, а западная часть рабочая, отдана под мастерские Российского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря. Обе зоны разданы капитальной стеной и не сообщаются между собой. Затем находится институт открытого образования, здание под номером 7, а бывший жилой доходный дом, начало 20 века. Также в этом периодке находятся два посольства. Это посольство Марокко, под номером 8, бывший особняк Гудхейли, начало 20 века, в силе модерн. В отделке пребывает мотив Рококо, предающий этой постройке камерность и изящество. Центральный изолит находится посередине, середина арки, портала, входной двери. На прохожую смотрит девушка Ларерия. Такие же девушки венчают виньетки декоративных композиций. На тройной мёгкой боковых изолитов фасад облицован глазурованной розовой плиткой, на которой уделяется лепное панно, изображающее младенца в пульте. Округлым очертанием орнамента вторят округлые оконные дверные проемы. Рокальный орнамент и стеклянный навесной козырек над входом заимствованы из французского стиля Арнува. Дом у московского торгового строительного актера общества купил сын нотного издателя Александра Гудхеля Карл Гудхель. В 1913 году после антинемецких погромов в Москве Карл продал издательство русского музыкального общества Кусевицких и уехал в Германию. Ну а с этим домом семья Гудхельев рассталась еще раньше. В 1913 году особняком владела уже семья Дионисия Корзинкина, кандидата директора торгового промышленного товарищества Ярославской большой мануфактуры. С 1558 года в здании размещается посольство Марокко. В 2060 году дворовая часть особняка была настроена вторым этажом. В том же году под животное помещение была переделана открытая терраса со стороны восточного фасада. Ну то есть живут сотрудники этого посольства. Дома была переставрирована в 2012 году. Ну а с другой стороны, этого пиелка находится в посольстве Гании. В здании под родной деятельности бывший особняк меценатки Маргариты Морозовой. В начале 20 века в особняке собирались философы, музыканты, ученые, составившие религиозное философское общество имени Владимира Соловьева. В 1913 году особняк был, понятно, национализирован. Хозяйки отвели комнаты в подвале, ну то есть Маргарите Морозовой. А в здании разместили отдел наркомпроса по делам музеев, о крайней плане посредины, которым руководил женат Ротского-Седового, где работали многие дети культуры. Игорь Грабрь был заведующим под отделом Национального музейного фонда. В 1930-х годах тут находились дипломатические миссии Норвегии. В 1945-1946 годах Югославии. В 1946 году дом пришел в посольство Дании, которое, в общем-то, и занимает его до сих пор. Это такой длинный одноэтажный дом. Но за посольством Марокко находится, соответственно, не знаю, сейчас неясного назначения. Раньше тут было еще и третье посольство Заира, но вроде как оно съехало. Вот, и такое бывшее особняк Якульчиковой, под номером 10, начало 20 века. После 2018 года был хамомнический райкон Капсамол, затем дом Капсамола Фрунзенского района Москвы и библиотеки имени Крупской. Но затем долгое время здесь находилось посольство Заира. Особняк выполнен в стиле английского модерна. Дом построен из прямоугольных форм, собранных вокруг параллелепипеда, напоминающего башню под плоской крыши. Главный объем украшает эркер, углубленный в стену. Карнисы украшены витыми кронштейнами. И антикарьерную стену мастер применил зеленовато-коричневые майоликовые вставки, которые гармонируют с желтоватым цветом облицовочного кирпича. Женские головки в венце плечедливых локонов, лорели их называют, они украшают верхний третий этаж эркера. Ну и еще последним зданием в этом переулке, за этим особняком есть офисное здание. Под номером 14, начало 20 века, бывший доходный дом Мадышева. В советское время в доме были коммунальные квартиры. Сначала дом был пятиэтажным, но сейчас настроили еще несколько этажей, по-моему, два. Ну, уже, соответственно, под офисные цели очевидны. Вот, видите, здесь те здания старые, но почти практически те здания старые. В основном, начало 20 века, так что, конечно, здесь тоже стоит побывать. Когда будете гулять по Причистинке, ну вот, можно всегда тоже заглянуть в один из таких Причистинских переулков, который так и называется Причистинск. Ну, от Кокоткиска можно идти пешком через улицу Причистинск, что лучше всего. Можно дать на Таравейбусе 5.15, в основном, в Дом ученых. Она находится на улице Причистинка и дальше немножко перейти пешком. Вообще, страспорт по переулку не проезжает. Приятных прогулок и на новых встреч на улицах Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова